Привет друзья! Представленный перед вами беспроводной выключатель работает по такому же принципу, что и выключатель на который я уже делал обзор ранее, только отличаются они внешним видом, как сам выключатель, так и реле. Реле здесь больше по размеру и имеет уже выведенные провода для подключения, а выключатель исполнен в виде пульта. Материал, из которого они изготовлены, это обычный пластик, ничего особенного. Пульт работает от одной 12-вольтовой батарейки 23А, правда в комплект она не входит. Вверху пульта на лицевой стороне расположен цветовой индикатор, указывающий, что сигнал подается при нажатии клавиш. А клавиш здесь 4, А и Б это первый и второй канал, есть еще и трехканальный, я заказывал одноканальный, так что действующая кнопка будет буква А. Ниже левая клавиша On-Off, она включает и выключает оба канала одновременно, а правая Sleep, это режим сна, чуть позже я покажу как она работает. А так выглядит пульт изнутри. Теперь немного о радиореле. 4 провода для подключения с одной стороны, если был бы двухканальный, то было бы 5, и как несложно догадаться, у трехканального 6 проводов. И один провод с другой стороны, это уже оттенопринимающий сигнал. Так он выглядит без корпуса. Частота, на которой он работает, 433 МГц. Данное устройство не рекомендуется нагружать выше 1000 Вт, но я бы порекомендовал, чтобы уж наверняка не превышать границы выше 700 Вт. Теперь перейдем к подключению. Я буду подключать реле к розетке, делать своего рода удлинитель. При врезании в цепь к какому-нибудь светильнику подключение будет такое же. К сети цепляется черный и красный провод. А к розетке или патрону лампы черный и синий. Как видите, здесь не требуется профессиональных знаний, достаточно базовых. При каждом нажатии на клавишу А, лампа будет включаться и выключаться. То же самое на кнопку On-Off. Так что без разницы на какую из них нажимать, итог будет один и тот же. Кнопка B никак реагировать не будет, из-за отсутствия второго канала. А клавиша сли подключает питание через 10 секунд. На самом деле не всё прям так идеально, есть определённые недостатки. Для кого-то они будут не сильно значимы, а для кого-то будут довольно важны. К примеру, в выключенном состоянии беспроводное чудо всё равно потребляет электроэнергию. Немного, но тем не менее 1,3 Вт. Помимо этого, устройство при пропадании электросети и в дальнейшем его появлении всегда будет включаться. Независимо от того, было оно включено до этого или нет. И это мне не нравится. На других радиореле, обозреваемые мною ранее, они всегда были в выключенном состоянии, когда сеть подавалась. А вот то, что касается дальности действия сигнала, здесь всё замечательно. Оно составляет 20 метров. И всё работает отлично на таком расстоянии, даже с учётом стен. Такое устройство в некоторых случаях избавляет от прокладывания лишних проводов. Исчезает необходимость решать вечную мучащую проблему, куда же установить выключатель. И обеспечивает комфорт пользования осветительными приборами, так как теперь можно включать некоторые устройства, не вставая с дивана. Вот и пожалуй всё. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok